Музыка Мой доклад имеет измененное название. Мы решили просто сообщить аудитории о геометрии Убачевского. Вот я буду рассказывать о планиметрии Убачевского, модели Бильтрайм Клейна. Но не только. Но не только. Значит, ну вот я напомню реальный перевод пятого постулата Евклида. Он, значит, гласит, и если прямая падающая на две прямые образует внутренние и по одну сторону углы в сумме меньше двух прямых, то продолжены эти прямые неограниченно встретиться с той стороны, где углы меньше двух прямых. Это последний перевод Евклида, 1948 год, профессор Мордухай Болтовский перевел. Значит, ну вот тут понятно, что этот постулат имеет достаточно сложную формулировку. Остальные, как вы помните, имеют очень простые формулировки. И поэтому, кроме того, предыдущий постулат, который говорит о том, что все прямые углы равны, он оказался зависимый, то есть его доказали на основе других постулатов и аксиом. И поэтому, конечно, математики хотели доказать и этот постулат в течение двух тысяч лет, как сказал уже Сергей Владимирович. Ну, например, вот последнее доказательство было сделано Фархашем Баяи. Это друг Гаусса и отец Яна Шибаяи. Это последнее доказательство было опубликовано, но его именно. И после него, до сих пор эти доказательства иногда встречаются. Оно было опубликовано в 1851 году. Потом я это еще прокомментирую. Теперь, значит, Гаусс начал искать доказательства пятого постулата в 1792 году. Как вы помните, это год рождения Лобачевского. Вот в 1816 году его ученик Фридрих Людвиг Вахтер сообщил ему в письме, что при невыполнении пятого постулата на аристфере, это современный термин, там была предельная поверхность, не имеет места евхлидовая геометрия. На самом деле, год смерти Вахтера, он точно мне неизвестен. Это или 1817, или 1818 год, одно из двух. Потому что, например, вот эта дата Розенфельда указана, дата смерти. Так вот, этот Вахтер, он, однако, в 1817 году вышел его брошюра с попыткой доказательства пятого постулата. То есть он не понял, что он сделал. А вот к 1817 году Гаусс понял, что евхлидовая геометрия не является единственной возможной. Но это можно, такую информацию получить только из его переписки. Потому что по геометрии Лобачевского Гаусс ничего не опубликовал. То есть потом, после его смерти, была проанализирована его переписка. До этого, значит, он разделял точку зрения Эммануила Канта, который считал понятия евхлидовой геометрии априорными. То есть фактически, можно сказать, евхлидовая геометрия от Бога. То есть априорными, это значит, независимыми от опыта. Ну, как Гаусс называл эту геометрию? В 1831 году в письме Шумахеру, это его друг, астроном, он называет новую геометрию неевхлидовой. До этого ему нравилось название Фердинанда Карла Швейкарта, который называл такую геометрию астральная геометрия. Ну, заметку с некоторыми утверждениями из астральной геометрии Гаусс получил в январе 1819 года. И в ответном письме Швейкарту он, значит, хвалит его. Но там же пишет, почти все это списано с моей души. То есть он, как бы, те результаты, которые получил Швейкарт, он уже до этого знал. В 1824 году Гаусс сообщает несколько утверждений из этой астральной геометрии в письме Тауринусу, который под влиянием своего дяди Швейкарта заинтересовался проблемой пятого постулата. Значит, Гаусс в письме настоятельно требовал, чтобы результаты никаким образом не сделались общим достоянием. Он и сам в течение всей жизни, как я уже сказал, своих результатов по неевклидовой геометрии не публиковал. Что касается термина неевклидовой геометрии, понятно, что одна неевклидовая геометрия была известна давно. Это сферическая геометрия. И многие результаты по сферической геометрии известны были даже в древнем Вавионе. Мы сейчас говорим, так сказать, в контексте пятого постулата. Это не ивклидовая геометрия в узком смысле. Значит, тем не менее, Тауринус публикует две брошюры. Это 1825 и 1826 годы. Во второй он в своей алгорифмо-сферической геометрии нашел формулу тригонометрии, длину окружности, площадь круга, объем шара. Это так он называл свою геометрию, алгорифмо-сферической. В предисловии к первой брошюре он просит Гаусса опубликовать свое воззрение по этому вопросу. После этого Гаусс, поскольку он настаивал, чтобы тот ничего не публиковал, он, значит, прекратил с ним переписку. Тауринус в глубоком отчаянии сжег все сохранившиеся у него экземпляры в свои брошюры и к этой тематике не возвращался. В Европе сохранились лишь несколько экземпляров, один из которых был опубликован лишь в 1895 году профессором Энгелем. Теперь, значит, что касается понимания Тауринуса. Тауринус сам не понял значения своих достижений и считал истинной именно Евклидову геометрию, несмотря на то, что он некоторые формулы получил. Его, например, испугало бесконечное множество неевклидовых геометрий, зависящих от одного параметра. Он, так сказать, ввел определенную величину, которую он так и называл параметр. Так вот, евклидовая геометрия в его терминах соответствовала бесконечно большому значению этого параметра. Он ее именно и считал, евклидовую геометрию, истиной. Убачевский начал исследовать неевклидовую геометрию примерно в 1823 году. Еще, например, в 1817 году он еще пытался доказать пятый постулат. А в 1823, даже в некоторых источниках, и 1822 указан, и даже, возможно, и предыдущие годы, но там ничего, так сказать, никаких документов не сохранилось. Вот, значит, у него результаты по неевклидовой геометрии были готовы в 1825 году, но он был очень занят и не смог тогда представить эти результаты. А вот 7 февраля 1826 года по старому стилю он представил в отделении физико-математических наук Казанского университета в письменном виде сочинение, сжатое изложение начала геометрии со строгим доказательством теоремы о параллельных на французском языке. Предполагалось, что это сочинение будет опубликовано в ученых записках, собственно, которые должны быть созданы. Ученые записки этого именно отделения. Вот 11 февраля по старому стилю доклад был передан для предоставления отзыва двум профессорам и одному андиюнку. Ну, их фамилии, конечно, известны, я тут уже не имею возможности об этом говорить. Но дело в том, что это издание не осуществилось, и, в общем-то, они были не обязаны давать отзыв к этому изданию. Это, так сказать, одна из версий, почему доклад не сохранился. Но мы констатируем факт, что отзывы и рукопись не сохранились. Вот. А само сочинение по, в общем-то, ссылке Лубачевского самого было включено в статью о началу геометрии, напечатанной в журнале «Казанский вестник» в 1829-1830-х годах. Потому что эта статья была разбита на несколько частей. Поэтому два года указывается. Так вот, в ней впервые появилась неевклидовая геометрия, которую, в общем-то, сейчас точнее называют геометрией Лубачевского. Правда, некоторые зарубежнаторы называют ее гиперболической геометрией. Вот. Надо сказать, что некоторые ученые из Венгрии и Румынии, тем не менее, до сих пор считают, что эту геометрию создал бояре. Но это их личное мнение. Вот. Теперь, значит, да. Сам Лубачевский, значит, называл, как здесь указывалось, эту геометрию сначала воображаемой. А в 1855 году он ее назвал пангеометрией. Вот. Значит, что касается Фархаша Баяя. Значит, в 1831 году Фархаш Баяя послал отзыв к Гауссу. Фархаш Баяя – это отец, я напоминаю, Яна Шибаяя. Он послал Гауссу сочинение Яна Шибаяя, которое называлось так. «Приложение, содержащее науку о пространстве, абсолютно истинную, независую от истинности или ложности, одиннадцатой аксиомы Евклида, что, в скобках, что априори, никогда решено быть не может». Это, на самом деле, не самое, это не полное еще название, там в названии еще приложения было указано. Вы можете почитать полное название, я его несколько сократил, конец отбросил. Оно было на латинском языке. Вот. Значит, первый экземпляр при пересылке был утерян. Надо сказать, что в 1930-й год, допустим, холера была не только в Казани, но и в Германии. Там с почтой были проблемы. И в 1931 году тоже. Значит, второй ГАУС получил в начале февраля 1832 года, и 6 марта дал отзыв в ответном письме. Это, конечно, отзыв был просто в письме, да, он не публиковался. Вот. В отзыве он сообщил, что эти результаты ему уже известны, и он не может похвалить эту работу. Ну, там он указывал, что это означало бы, что хвалить самого себя. Вот так. Потому что он эти результаты фактически до этого знал. Но вот в письме своему другу Герлингу он назвал Баяя гением первой величины. Самому Баяю он этого, к сожалению, не написал. Да. Так вот, полностью аппендикс Яна Шабаяя к курсу математики. Значит, Фархаш Баяя был опубликован в 1832 году. Вот. Теперь, значит, ну, Фархаш Баяя, вы иногда в литературе можете увидеть Вальфганг Баяяя. Он просто так подписывал свои работы на немецком языке. На самом деле, правильное имя это Фархаш Баяяя. Вот. Теперь, значит, да, ну вот, что мы из этого можем уже выяснить? Мы понимаем, что Фархаш Баяяя не понимал своего сына. Он не понимал своего сына до 1851 года. И даже более того, они еще до этой публикации, самой первой, они спорили. Там, в общем, серьезный конфликт был. Вот. И он спрашивал мнение Гауса. Более того, он даже, он даже, хотя Гаус был другом Фархаша Баяяя, он даже, в общем-то, не поверил Гаусу. Хотя Гаус сказал, что такая диаметра действительно есть. То есть, видите, уровень заблуждения такая. Это был очень серьезный математик. Ну, теперь вот мы посмотрим, значит, на модель Бельтрами планиметра Лубачевского. Ну, как сегодня можно быстро изучить геометры Лубачевского? Сейчас это делают даже школьники в некоторых московских школах. Например, там в начале 2000-х на эту конференцию по ворску школьников пришла работа одной школьницы, которая доказала новую теорему в планиметре Лубачевского. То есть, эти знания доступны школьникам. Теперь, значит, вот, и так. Ну, проще всего ее изучить, используя четыре основные ее модели и связи между ними. Значит, вообще говоря, теоретически, конечно, моделей бесконечно много, но в практике их полтора десятка используют, да. Но основные, так сказать, четыре-пять. Для быстрого изучения четырех достаточно. Теперь, значит, вот первая была создана и у Дженио Бельтрами, это итальянский математик, в 1868 году. А три были созданы Андрей Пуангаре, вот это у годы 1882, 1887, 1891. И закончил он третью модель в 1906 году. То есть, четыре года указано на модели три. У Пуангаре три модели геометра Лубачевского. Некоторые знают одну. Значит, в настоящее время модель Бельтрами правильно называть, по предложению известного историка и математика Бориса Абрамовича Розенфильда, моделью Бельтрами клеена по униметре Лубачевского. Поскольку Клейн в 1871 году установил проективную природу этой модели и представление движений плоскости Лубачевского клеенцами, переводящими в себя круг. Ну, о клеенцах я чуть позже скажу, я расшифрую, так сказать, что это такое. Теперь, значит, вот, да. Есть еще так называемая модель Келли Клейна, но это модель в проективной плоскости. Она как бы, ну, более сложна для понимания, чем модель Бельтрами-Клейна. И здесь в это число, так сказать, вот если к модели не входит. Теперь, значит, почему же мы эту модель будем разбирать только модель Бельтрами-Клейна? И почему именно ее? Потому что она имеет важные значения для установления связи геометра Лубачевского и специальной теории относительности. А также с помощью нее, в частности, доказана относительная непротиворечивость геометрии Лубачевского по отношению к геометрии Евклида. И затем по отношению к теории вещественных чисел. То есть геометрия Лубачевского не противоречила, если не противоречила теория вещественных чисел. Заметьте, в некоторых книжках пишут непротиворечивость геометрии Лубачевского. Это неправда. Лишь относительная непротиворечивость. Теперь, значит, Бильтрами показал, что область из этой геометрии можно взаимно однозначной сохранением длин соответствующих дух отобразить на область поверхности, которая называется псевдосферой. Ну, Сергей Владимирович ее уже изобразил, но вот я ее в пакете математика изобразил вот так. Вот она псевдосфера. Ну, понятное дело, если мы там вот геодезические будем рассматривать, то есть локально кратчайшие, не кратчайшие, а локально кратчайшие, значит, то вот треугольник, вот он нарисован на доске, он будет выглядеть вот таким худым. Там сумма углов будет меньше двух прямых, то есть меньше π. Ну, соседний треугольник это в евклидовой плоскости, а вот такой вот полный треугольник это треугольник на сфере. Да, вот, то есть вот так они различаются, так сказать, по полноте, если грубо. Значит, итак, теперь, значит, вот к самой модели. Значит, мы лямбда будем обозначать круг с центром в точке О, радиус R, вот, а SOR это обозначение окружности, вот, границы этого круга. Вот, радиус R с центром фиксированной точки О, значит, евклидовой плоскости, да? Вот, вот этот круг изображен. Значит, точкой в модели Бельтрайма клеенной плоскости Убачевского мы будем считать точку внутри круга. Саму окружность мы не включаем, круг у нас открытый, то есть без окружности. Вот, значит, хорда это прямая, как уже Сергей Владимирович сказал, вот, ну, отрезок, чтобы отличить от Евкидова, мы иногда будем L по-убачевски добавлять, да, L отрезок, да? Это отрезок на некоторые хорды. Ну, например, вот отрезок XY, это отрезок внутри этого модели. Итак, точки, это точки внутри круга, прямые, это хорды, без концов, отрезок, это вот тот отрезок, который лежит на хорде. Значит, угол, теперь что такое? Если мы возьмем точку и два исходящих из нее угла, вот изображение ниже, это как раз будет геометрический угол в этой модели. Можно показывать? Да. Ну, наверное, все видно, мне как-то неудобно это держать. Обе руки заняты, я привык жестикулировать. Вот. Значит, на соседнем... Я понял, понял, понял. Значит, на соседнем рисунке, значит, у нас изображено, как измерять угол, об этом чуть позднее. Значит, что мы сейчас должны сделать? Мы должны научиться вычислять расстояние между точками, да? А потом мы должны вычислять величину уголов. Это первое, что должно быть, да? Вот. Значит, ну вот мы обозначаем, значит, x, y в прямых таких черточках. Это расстояние между точками x, y. Да, вот они изображены. Изображены. А вот через L, x, u это у нас луч с началом в точке, например, x и содержащий, например, точку u. Да? Это луч такой, евклидов луч. Пока. Ну вот, а если мы ву закончим, то это будет лучше уже в модели Бельтрайм-Клейна. Теперь, значит, любой паре точек мы сопоставляем такое неотрицательное число, которое мы будем обозначать ρ. Ну, ρ – расстояние, да? Вот. Расстояние между точками x, y. Если точка совпадает с собой, это ноль по определению. Если нет, то мы вот берем вот такое вот сложное выражение. Сейчас поясню, что это такое. Под знаком алгарифма там стоит так называемое сложное отношение четырех точек. Это расстояние x, v – это расстояние, значит, x, v – это вот расстояние от x до v по евклиду. Вот между этими точками. Эвклид, да? Значит, а от x до u – это расстояние от x до u по евклиду. Ну и тут от y до u и от y до v. Вот здесь вот написано, да? Значит, k – это некоторая положительная константа. Значит, v – это вот точка пересечения вот этого u, x, y, вот с абсолютом. То есть точка v, она в модели не лежит. Она лежит на окружности, которую мы будем называть абсолютом. Вот. Для краткости пока. Хорошо. То есть, значит, фактически у нас расстояние еще от какой-то константы зависит, да? Мы можем ее, например, положить единицей, но потом она нам будет удобна. Вот. Теперь, значит, Почему так? Вот смотрите, если бы мы здесь подставили еще какую-нибудь точку на x, y, да? У нас отрезок разбился на две части. Тогда, по свойству вот этого сложного отношения, оно разбилось бы для каждого подотрезка в сложные отношения. То есть, сложное отношение перешло бы в произведение сложных отношений для подотрезка. А логарифм, значит, от произведения будет равен сумме логарифмов. И мы тогда получим, что сумма длин подотрезка будет равна длине всего отрезка. Вот и весь принцип. Почему тут именно натуральный логарифм стоит вот здесь? Просто такое свойство, что у логарифма произведения есть сумма логарифмов от сомножителей. Теперь, значит, как мы угол будем мерить? Если прямые пересекутся, вот, например, такие прямые, они пересекутся в центре круга, то мы просто померяем так, как и по эвклиду. То есть, если они пересекаются в центре круга, то меряем угол по эвклиду. А если нет, то мы делаем такие дополнительные построения. Мы, смотрите, вот это вот хорда, мы берем тут касательные к этому абсолюту, получаем точку их пересечения, которая, возможно, может уйти в бесконечность в частном случае, но это тогда, когда у нас вот она проходит через центр круга, только в этом случае. Итак, точку пересечения получили. Потом мы этим радиусом строим окружность. Она, так сказать, по этой хорде однозначно строится. Это будет окружность, которая ортогональна вот этой окружности самого исходного круга, то есть абсолюту. Вот эта дуга окружности ортогональна абсолюту. По эвклиду. Ну, для второй хорды мы сделаем то же самое. И получим вот точку пересечения этих дуг окружностей. И вот между ними мы померяем угол по эвклиду. И скажем, что вот этот угол по Лубачевскому будет иметь вот такую величину. То есть, чтобы его померить, нужно вот померить угол между дугами. Вот это дополнительное построение на самом деле просто оно ускоряет понимание. На самом деле все можно сделать внутри круга, не выходя за него. Но это более сложное построение. И более того, можно еще и по-другому сделать эту интерпретацию и другим способом померить. Чуть позже я скажу о таком способе еще одном. Теперь, значит, вот рассмотрим прямую XY, рассмотрим точку, не лежащую на этой прямой. Так, Z. Мы можем провести вот такие вот хорду, вот хорду ZA, да. И вот она пусть имеет точку общую на абсолюте с этой прямой XY, В. В этом случае мы будем говорить, что прямая ZA или луч ZA параллельна лучу ZY. А при прямой мы можем сказать, что прямая ZA параллельна ZY по Лубачевскому, да, в этом направлении. Вот в этом направлении, да. Ну, точно так же мы можем через Z привести вот еще одну прямую, параллельную в противоположном направлении, да. Вот эти вот, именно вот эти две прямые, вот это вот ZA, вот хорда, да, и вот эти, они и называются параллельными по Лубачевскому для прямой XY. Параллельные по Лубачевскому. А вот все, которые тут внутри угла, вот, например, такая, их бесконечно много, естественно, они будут называться, они будут называться расходящими, расходящимися с прямой XY. Иногда их называют сверхпараллельными. Вот, то есть мы видим, что через точку вне прямой можно привести в этой модели бесконечное число прямых, не пересекающих данных. Теперь, значит, вот, что мы еще тут можем из этого рисунка подчеркнуть. Мы можем взять из точки Z и провести перпендикуляр. Как это геометрически делается, я попозже скажу. Пусть у нас, например, B это центр круга, и тогда тут обычный перпендикуляр по эвклидов будет. Вот, перпендикуляр привели. Вот этот вот угол AZB, он называется углом параллельности. AZB, AZB, угол параллельности, да? То есть между вот этой прямой и вот этим перпендикуляром. Ну, и сам перпендикуляр иногда называется стрелкой. Вот, теперь, значит, вот, оказывается, есть зависимость между величиной этого угла и длиной вот этого перпендикуляра. Эту зависимость нашел Лобачевский, и вот это и называется функция Лобачевского. Чуть позже она будет показана какая. То есть есть некоторая зависимость между этим углом и вот этим вот длиной вот этого перпендикуляра. Хорошо. Теперь, значит, ну, можем констатировать, что уже, как я сказал, через точку внеданной Л-прямой в плоскости у Бачевского проходит точно две прямые Л-параллельные данные Л-прямой и бесконечно много Л-прямых сверхпараллельных данных Л-прямой. Дальше мы примем такое соглашение. Точки внутри круга мы будем задавать их радиусами-векторами. То есть векторы от центра круга до этой точки. Вот. И обозначать точки, значит, жирным шрифтом. Векторы жирным шрифтом, да? Эти радиус-векторы. Ну, напомним для тех, кто не знает, значит, формула для гиперболических косинуса. Синусы. Это гиперболический косинус, это гиперболический синус, это гиперболический тангенс. А вот это просто обозначение правой части. Это на самом деле ветвь так называемого ариотангенса. Там арк нет, там ариотангенс, он так произносится. Вот такая вот. То есть мы вот так будем обозначить вот эту правую часть. При у большим либо равном единице. Вот. Хорошо. Так, запомнили, да? Это обозначение последнее важно запомнить. Вот. Теперь, значит, что дальше? Дальше мы понимаем, что есть недостаток в расстоянии. Дело в том, что для того, чтобы посчитать расстояние, нужно использовать эти точки на абсолюте. Они как бы лежат в бесконечности. Из этой формы мы понимаем, что если мы от х, например, до v помимо расстояния, оно будет бесконечности. То есть точки, лежащие на абсолюте, они бесконечно удалены в той формуле, которую мы придумали для расстояния. Так вот, от них лучше избавиться, от этого недостатка. Хотя та формула для вычисления расстояния полезна для математических рассуждений. Но, тем не менее, она вот содержит такой внутренний недостаток. Так вот, еще, значит, две формулы. Значит, вот эта вот формула, значит, она получена Клейном. На самом деле, немножко раньше она была, в 1859 году, такого вида формулы были получены, значит, Келли. Это 1859 год. Но в 1866 году Келли написал статью по геометрию Рубачевского, из которой понятно, что он геометрию Рубачевского не разобрался. Хотя он создал проективные метрики. А вот эта вот формула, значит, это формула для вычисления расстояния в модели Бильтрами-Клейна. В некоторых солидных исторических книгах, например, в трехтомнике по истории математики или в том томе по истории математики под редакцией Калмогорова пишут, что Бильтрами написал расстояние только от центра круга до точки. Вот такое, то бишь. Действительно, если проанализировать первый источник, в начале его статьи действительно вот такое вот расстояние. Но если посмотреть во вторую половину статьи, то там он находит уравнение окружности, и там он во всю вот это расстояние использует. То есть удивительно, вроде бы авторы прочитали, но как-то неадекватно в исторических книгах солидных отобразили вклад Бильтрами. На самом деле эта формула, конечно, была Бильтрами известной, и он ей широко пользовался. Даже чуть позже я потом еще скажу, что он еще знал по этому поводу. Так, вот, значит, это расстояние от центра круга до точки с радиусом вектором у. Вот радиус вектор, вот мы так обозначаем. Это модуль, значит, корень квадратный из скалярного квадрата. Вот это вот обозначение скалярного произведения, это значит, если один из векторов нулевой, это ноль, а если они не нулевые, то это произведение их длин на косин с угла между ними. В школах, в многих учебниках в этом месте ошибка. Они пишут, что скалярное произведение, это произведение длин на косин с угла между ними. Вот, теперь, значит, надо выделять случай, когда один из векторов нулевой. Теперь, значит, да, вот такие вот обозначения. Вот под знаком, значит, под знаком корня стоит дельта большой, это вот такая комбинация, а это вот такая комбинация, б это вот такое обозначение, да? Вот. Вот они тут присутствуют, это тоже можно было бы переобозначить, но я написал полностью. Вот. Мы видим, что длина вот этого евклидового отрезка, который смотрит изначал координат, она связана с длиной по Лубачевскому вот с помощью гиперболической функции, тангенс гиперболический. И это вот основная сложность геометра Лубачевского. Там все такие расстояния, все такие группы движений и прочих, они все связаны постоянно с гиперболическими функциями. И вычислять там что-то, это кошмар. Но вычислительные машины у нас сейчас показывают большой прогресс, и это, так сказать, дальше будет все легче и легче с помощью них. Теперь, значит, мы разберемся, как там двигаться. То есть что такое движение в плоскости у Лубачевского? Ну, под движением что понимается? Это такое взаимно однозначное отображение плоскости у Лубачевского в себя, значит, ну, лучше говорить, на себя. Значит, сохраняющее расстояние. То есть вот расстояние между образами точек при этом отображении равно расстоянию между прообразами точек. Вот. Для любых x, y из этого круга лямбда. Ну, можно проверить, что тождественное отображение, которое точку оставляет на месте, очевидно является движением. Композиция движения есть движение, и обратное отображение для производного движения тоже является движением. С помощью этого определения это легко проверить. Теперь, значит, нам нужно выяснить, какой вид имеет произвольное движение в модели Бильтрайм-Клейна. Это легко выяснить. Значит, если ввести прямоугольную декартовую систему координат с началом в центре шара, в центре круга, то поворот против часовой стрелки на угол φ относительно начала с возможным отражением относительно оси абсцисс вот такой вид имеет. Это некоторые школьники в школьных учебниках видят. Например, в изложении Погорелого может быть такая форма. Верхние знаки – это поворот. Нижние знаки – это поворот с возможным отражением относительно оси. Так вот, это преобразование, очевидно, является движением в модели Бильтрайм-Клейна. Вот уже пример. Хорошо знакомый нам по эвклидовой геометрии тоже движение. Теперь, значит, то есть вращать мы можем. Теперь мы знаем, что в геометрии эвклида там есть повороты. Там есть параллельный перенос. Вот что аналогом здесь является. Вот это вот трудный такой, трудный момент. Вот сейчас на нем поподробнее оценируемся. Вот, значит, мы возьмем фиксированный единичный вектор и радиус-вектор произвольной точки внутри круга. Пока мы круг возьмем радиус единицы для простоты. Можно представить в таком виде. То есть мы его раскладываем в сумме двух ортогональных векторов. Вот х1 на е, и вот х2 – это его ортогональная составляющая. То есть х2 равняется х минус вот эта вот первая составляющая. Х1 – это скалярное произведение х на единичный вектор е. Вот. Так вот, чуть позже я нарисую картинку. Сейчас пока поясню аналитически. Значит, параллельным переносом, значит, на вектор А, который вот пропорционален П, вот коэффициент пропорциональности меньше единицы вещественное число, может быть, в частности, но если 0, то тождественное, да? То есть он больше нуля. Вот. Называется, значит, такое отображение, которое вот в этих компонентах вот так может быть записано. Вот. Если, так сказать, мы, если физики сейчас, наверное, увидели, да, что это фактически, если еще третью координату добавить, да, в пространство выйти, то это преобразование. Это преобразование три скорости, так называемой. Ну, приведенной, точнее, деленной на скорость света. Преобразование три скорости при переходе от одной инерциальной системы от счета к другой. Вот. Вот у нас там при переходе от одной инерциальной системы к другой есть преобразование, так называемую, Лоренца, а здесь это будет фактически преобразование три скорости. На самом деле это правило сложения три скоростей. Вот. Ну, здесь пока мы на плоскости, пока у нас как бы два скорости, да? Теперь, значит, вот если мы это запишем в векторном виде, независимо от вот такого разложения, то это вот формула примет вот такой вид. Страшненький немного. Ну, это оно самое тоже, это формула для сложения скоростей. Обратное легко найти при образовании. Вот, смотрите, вот здесь плюсы три, мы их заменяем на минусы. Очень легко запомнить, а шляпки перекидываются вправо. То есть обратное легко вычислить просто это упражнение для, ну, седьмого класса школы. Так. Теперь, значит, вот чтобы прояснить геометрический смысл этого параллельного переноса, мы сначала покажем, как находится середина отрезка АБ. Вот возьмем отрезок АБ, вот приведем прямую через отрезок, содержащую отрезок АБ. Прямая пересекла абсолют в двух точках. Вот мы нарисовали касательные, касательные, значит, вот в этих точках. Получили точку П. Это так называемый полюс вот этой прямой называется. Сама прямая иногда называют полярой. Теперь, значит, мы что делаем? Мы проводим через П вот прямую и через А. Вот прямую ПА. Она пересекла вот абсолют двух точек. Вот одну я пометил С. И проводим через другой конец отрезка. Вот прямую. Она пересекла абсолют в Д. А потом мы просто соединяем С и Д. И вот эта вот W это будет точка, которая является серединой по Лубачевскому. Это не единственное возможное построение. Можно все сделать, не выходя из круга. Но это будет сложнее. А можно и по-другому, например. Вот здесь мы касательные в Д и вот в этой точке провели. Точку пересечения нашли. Потом вот П с этой точкой соединили. Она бы пересеклась тоже в W. То есть тут очень много вариантов построения этой середины. Ну ладно, для чего нам это нужно? То есть учитель сразу скажет, что это можно сделать с помощью циркуля линейки. Теперь, значит, вот как параллельный перенос у нас выглядит. Вот у нас есть эта точка, которую мы сдаем радиусом-вектором Х. Вот у нас этот вектор, вдоль которого мы хотим параллельно перенести. Направленный отрезок ОА. Мы делаем противоположный вектор для Х. То есть откладываем в другую сторону на этой прямой. По эвклиду. Все. А вот эту вот точку для отрезка ОА мы находим в середину по Убачевскому. Ну, например, так, как я показал. Вот здесь середина по Убачевскому для отрезка ОА. А потом берем и вот этот вот отрезок, который вот здесь можно соединить, его удваиваем. То есть обратную задачу решаем. Удваиваем отрезок и получаем вот эту точку GX. Так вот это как раз та точка, которая будет образом при параллельном переносе. На самом деле можно показать, что расстояние от Х до ОА по Убачевскому и расстояние от Х до вот этой прямой, которая содержит ОА, оно сохраняется. То есть одно и то же. И вот эти две точки, они будут, дальше будет сказано, они расположены будут на кривой, которая называется эквидистантой. Она на равных расстояниях вот от прямой УА находится по Убачевскому. То есть вот. Ну, так. Физик опять скажет, ну это же формула сложения скоростей. Специальная теория относительности. Формула сложения. То есть мы что сделали? Мы вот это вот взяли А и сложили с Х. И получили вот этот вектор ОЖ. Это правило сложения скоростей. Мы видим, что это не правило параллелограмма. Более того, эта операция не коммутативна. Если мы наоборот, если поменяем местами слагаемые, первым будем считать Х, а вторым мы получим другую точку. Это не коммутативный закон сложения скоростей там получается. Алгебраист скажет, современный алгебраист скажет, что это одна из операций одулярной структуры плоскости Убачевского. Вот так. Он узнает это. Но на самом деле и начнет получать алгебраические тождества, связанные с этой операцией сложения. Сложения векторов. Вот такой мудреной. На самом деле алгебраические тождества этой операции, хотя в общем-то должны быть простые, но они были получены в 1993 году. Статья Сабинина, Михеева. То есть с точки зрения алгебры не так-то просто. Теперь, значит, можно показать, что этот параллельный перенос является движением в модели Бильтрайм-Клина. Ну, просто формулу подставить, тому посчитать расстояние между образами, и оно совпадет со расстоянием для прообразов этих точек. Кстати, все это переносится, все, что я вам сказал, это переносится на пространство любой размерности. И даже, в принципе, этот параллельный перенос можно также и в бесконечно мерном пространстве Убачевского изобразить. То есть здесь размерность тут и роли не играет. Теперь, значит, докладываться про величину угла. Как можно это сделать? Например, с помощью параллельного переноса можно дать такое определение величины угла. Значит, это величина евклидового угла, полученного Иль параллельным переносом исходного Иль угла, так, чтобы его вершина перешла в центр круга. Вершина перейдет, мы там померяем по Евклиду, и у нас получится величина по Убачевскому. Вот один способ еще. Так вот, как выглядит движение. Фактически оно выглядит так же, как и в Евклидовой плоскости, структурно. Это и есть вот этот вот поворот на некоторый угол относительно центра ООС, возможным отражением относительно фиксированного диаметра. И вот композиция с параллельным переносом на вот этот вектор f от нуля. В чем разница? Дело в том, что здесь композиция двух параллельных переносов может не оказаться параллельным переносом. Алгебраисты бы сказали, что это множество параллельных переносов не является подгруппой. В Евклидовой плоскости это даже Абелева подгруппой, параллельный перенос. А здесь она подгруппой не является. Но она и каждой композицией параллельных переносов можно так же записать. То есть структурно так же, но параллельные переносы, так сказать, сложны. Теперь, значит, ну а если мы так вот структуру не хотим выделять, то как можно это увидеть, как аналитически это можно представить? На плоскости пока. Да, вот эта структура, она, да, еще по этой структуре немножко скажу. Эта структура, она практически такая же в бесконечномерном варианте, вообще для любой размерности. Там только вот это У, это, так сказать, ну, это фактически это ортогональное преобразование, переводящий центр шара в себя. То есть это вот такой вот линейный оператор ортогонального преобразования. Вот и все. То есть в бесконечномерном пространстве структура такая. Доказательство очень простое. Заметьте, если бы вы там в другой модели работали, было бы очень большие сложности для доказательства вот этого факта. Вот. Здесь все в этой модели просто. Но зато здесь есть другие сложности. О них чуть позже. Да, ну вот если мы не будем выделять составляющие движения в модели билетромик-клейна плоскости Убачевского, то его можно написать вот так. Вот. Это так называемые проективные преобразования плоскости. Ну, пускай пока и в Клидово. Хотя там нужно еще бесконечно удаленную прямую добавлять, но пока этого не будем делать. Вот. Так вот такие проективные они будут являться движением, если, значит, вот эти коэффициенты будут творять некоторым условием. Вот они какие. Откуда условия взялись? Условия взялись из того, что эти преобразования должны перевести круг в себя. И вот это условие перевода круг в себя дает нам ограничение на коэффициенты. Понятно, да? На самом деле в бесконечно мерном варианте там тоже можно доказать, что любое движение представляет из себя проективное преобразование расширенного евклидового пространства, пусть бесконечно мерного, которое переводит в себя шар. Вот. Такую теорему можно, нетрудно доказать. Вот. Теперь, значит, ну вот и теперь можно, так сказать, в модели Бильтрайм-Клина можно проверить, что за исключением пятого постулата все остальные аксиомы планиметра евклида верны. Ну, вы скажете, почему там у... Почему у Баяи одиннадцатый аксиом? Да просто потому, что начало от евклида до нас не дошли. Они дошли, на самом деле, спустя некоторое время во множестве переводов. И некоторые, так сказать, комментаторы, они иногда взяли, брали, допустим, девять аксиом и добавляли к ним последние два постулата. И получалось, что пятый постулат становился одиннадцатой аксиомой. Различие между постулатами и аксиомами до сих пор не ясно. Но примерно из происхождения слов ясно. Значит, постулат – это значит просто требование, которое предъявлялось к спорщикам в Древней Греции. Там для граждан Греции была, как вы знаете, демократия. Рабы были бесправны. Но граждане выясняли между собой отношения в спорах. И вот требования, которые общие предъявлялись к спорщикам – это постулаты. То есть постулаты – это требования. А аксиом там в одном из переводов – это достойный, так сказать. Это, в общем-то, такое общее утверждение, достаточно очевидное, без доказательств. Так вот, такое добавление получалось. И получалось, что пятый постулат в некоторых изданиях становился одиннадцатой аксиомой. Так, теперь, значит, мы пойдем дальше. Какие тут теоремы? Вот как выглядит, например, теорема Кифагора, да? Вот мы возьмем прямоугольный треугольник с гипотенузой, значит, ЦЛ и катистами. Все уже, да? Я, так сказать, полудоклада даже не дошел. Так, ну на этом вынужден закончить. Но я могу ответить на вопросы, потому что в геометрии Убачевского истории много тайн. Какая разница? Некто из которых… Математика. Математика сразу починился, понятно? Не умер, торговался. Математика не умер, торговался. Мы Ивана Николаевича не дослушали, но его выступление полностью будет опубликовано на сайте Гобла Убачевского. Нет, я просто вам на право уважения говорю. Ага. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ